Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает Лападон. И сегодня речь пойдет о еще одной книге в замечательной малой серии искусствоведения издательства Арт Волхонка. Эти вот изящные книжки, я каждую из них в свое время представлял, да, они мне очень-очень нравятся, и как они подготовлены, и как они написаны, и как проиллюстрированы. Это действительно высочайший класс искусствоведения, несмотря на такой вот скромный карманный формат. Это революция Гутенберга, это путь тишины, японское чайное действо, да, чайной церемонии. Это венецианская ведута, образы времени, да, Венеции. Ну все, Венеция прекрасна, интересно, и так далее. И вот еще одна книжка о Рембрандте, самый ранний Рембрандт, открытие картины с цикла «Пять чувств», да, новооткрытый Рембрандт. Вот, и сейчас снова о нем же пойдет речь в книге, которую сегодня буду показывать. «Путешествие с закрытыми глазами», письма о Рембрандте Ольге Седоковой. Прежде всего, это не совсем искусствоведение, и это не совсем очерки творчества, там, или, значит, анализ живописи, или гравер Рембрандта. Ольга Седокова – великолепный поэт, один из лучших современных поэтов. И то, что нам сейчас представлено, это переиздание, это не первое издание, да, это цикл писем, вот, философу, значит, современному, Владимиру Вениаминовичу Бибихину, цикл писем, которые являются действительно личным посланием. Дело в том, что письмо не как записка, да, не как СМС-ка, а письмо как жанр, как эпистола, жанр довольно древний и очень-очень разработанный. Если мы обратимся к классической литературе, то там вот эти неторопливые обстоятельные монологи, обращенные конкретному собеседнику, но как бы подразумевающие неопределенный широкий круг слушателей, да, читателей, это очень-очень популярная форма, да, и в ней очень многие важнейшие для культуры, для искусства нашей цивилизации вещи отлиты, как в форму отливается баронза или, значит, другой металл. Итак, Ситакова размышляет о том, что за живопись Рембрандта, что за его графика, какие идеи и какие смыслы она видит в нем, и при всем презрении ее к жанру «Мой Рембрандт», ну, знаете, есть «Мой Пушкин», классическое произведение в этом вот самом жанре, Цветаевой, да, есть точно такой же «Мой Лермонтов», «Мой Маяковский» и так далее у самых разных авторов, и поэтов, и прозаиков. Значит, что это подразумевает? Во-первых, необязательность, ну, то есть, это «Мой», это «Я вот так вижу», все возражения сразу снимаются, да, а во-вторых, это дилетантство, потому что, ну, как бы, с одной стороны, вроде как сопричастность тому великому, величию того, о ком ты говоришь, да, а с другой стороны, опять же, полная, значит, позиция «Я в домике», да, чур я в домике, потому что, как бы, я же не претендую там на анализ творчества или анализ каких-то, разбор каких-то вещей, да, это вот мой Пушкин, да, это вот, я, значит, тут выступаю как дилетант-любитель, но все-таки что-то интересное я вам расскажу, вот, и в-третьих, это поверхностность, очерк о том, что там, сям, вот, повсюду и нигде, значит, потому что невозможно в короткий монолог, да, в короткое, ну, допустим, даже не очень короткое, достаточно объемное произведение, вместить все, все вот это вот то гениальное, что ты сейчас присваиваешь, да, вот это вот присваивание очень не нравится Седоковой, и вот эти вот вещи, которые я карикатурно сейчас описал, в той или иной мере свойственны даже самым гениальным абсолютно вещам в этом жанре, я-то считаю, что мой Пушкин-Цветаевый, это потрясающая проза, но, тем не менее, такие вот штучки свойственные, эти ограничения, которые накладывает жанр на мысль, вот, ей очень чужды, ее мысли движутся в другом направлении, никаких ограничений, кроме собственных душевных, я бы сказал, духовных, но это очень сложные слова в русском языке, очень затасканные, к сожалению, значит, да, кроме вот этих вот рамок, никаких ее мысли не должна встречать на своем пути, именно поэтому не мой Рембрандт, а письма философу Бибихину, именно поэтому не очерк жизни и творчества, да, что ей совершенно не нужно, да и читателю-то, по ее мнению, по мнению Седоковой, это тоже не так уж и нужно, у нас есть очень много информации формально-биографической и формально-искусствоведческой, описывающей там периоды творчества, сюжеты картин и так далее, да, которые очень легко найти, вот, речь идет о другом, о сокровенных вещах, которые ее действительно по-настоящему интересуют, и тут мы сталкиваемся с тем, что под заголовок, путешествие, вернее, заголовок, путешествие с закрытыми глазами, это не метафора, это действительно отказ от рассматривания внешней, поверхностной, значит, формальной стороны дела, да, ну, когда нам начинают раскладывать композицию, начинают рассуждать об объемах, о световых пятнах, о светотени, да, значит, начинают, естественно, обращаться к сюжетам и толковать смысл евангельских сюжетов, проводить параллели с биографией Рембрандта и так далее, вот, а биографии у него разные, это был живой человек, миф, который засел в сознании, позднеромантический, так называемый миф о художнике, он абсолютно одинаков, что в отношении Пушкина, что в отношении Моцарта, что в отношении Рембрандта, художник должен мучаться, мучаться, страдать он должен, вот, я как мог, так и изобразил, да, значит, обязательно должен быть окружен непонимающей светской чернью толпой, да, вот, и этому быдву должен метать бисер, метать, 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 и потом умереть, разумеется, в нищете, потерпев полный крах. Это абсолютно несостоятельно. В отношении Моцарта я уже много раз рассказывал, у меня есть видео, посмотрите, в отношении Рембрандта это был популярнейший автор своего времени, зарабатывающий так, как дай бог каждому. И вот этот вот романтический, французский по своему происхождению миф, это я где-то вычитал или услышал, это не мое все, вот, я пристально и специально не изучал биографию Рембрандта, это просто типическая вещь, которая для многих-то... В конце своей жизни он вовсе не был беден, написал портреты каких-то полунищих старых евреев, да, кстати, атрибуция Рембрандту знаменитых портрет старико, да, евреев, портрет пожилой женщины, да, она, в общем, под сомнением. Рембрандтовская комиссия, по-моему, их забраковал. Но я тоже, опять же, не буду сейчас вдаваться в рассуждение. В любом случае, тот Рембрандт, которого нам рисует вот это вот воображение, это не тот Рембрандт. Это был успешный художник, прекрасный ремесленник, мастер своего дела, который хорошо зарабатывал, у которого были совсем другие проблемы, в частности, юридические, там был сложный развод с женой. Ну, кому интересно про сложный развод, где он, в общем, вдавал, судился, в тяж бы вел, значит, занимался вот этим вот всем сутяжничеством, да, значит, кому интересно про это. Другое дело, непризнанный гений, художник, который бросает вызов толпе, вот, и погибает, значит, никем не понятый в нищете. Так вот, вернемся к путешествию с закрытыми глазами. Без всяких карикатур и без всяких метафор Седокова пытается нам раскрыть то, что, в принципе, спрятано за плоскостью полотна, за вот этим измерением формально описываемых сюжетов и героев. Она говорит о том, что действительно нельзя увидеть глазами. И это соответствует максиме, разумеется, это метафорическое выражение мысли, но оно совершенно, на мой взгляд, справедливое. «Главного глазами не увидишь». Главное – это идеи и смыслы. Не в платоновском их понимании, что где-то есть идеальный сюжет, там, не знаю, «Возвращение блудного сына», а все остальные интерпретации его, да, в живописи, в скульптуре, в текстах – это лишь его бесконечное отражение, да. Ну, формально это так, да. Вообще-то есть евангельская история с притчей о блудном сыне. Мы знаем рассказчика этой притчи, знаем, кто именно в эти слова ее облег, да. И знаем ее в русском переводе с греческого, соответственно, это и есть канонический для нас образ, да, такой вот в платоновском смысле слова. Но речь-то не о том, как эти образы циркулируют в культуре. Речь идет о тех надмирных, сложных, потусторонних, по большому счету, вещах, о которых нам может рассказать гениальная живопись или графика. И вот именно к этому нас подводит Ольга Седокова. Тут мне придется передать слово ей, потому что я не рискну пересказывать своими словами некоторые тезисы. Это очень сложно. Иногда она доходит до вещей вполне понятных, вполне мне доступных. Ну, например, о перспективе, которая иная. У Рембрандта немножечко не такая, как классическая перспектива, к которой привыкли наши глаза. Классическая перспектива – это набор условностей, которые буквально с математической точностью вычислены были. И с тех пор, как они расписаны до мелочей, используются художниками. Это ремесло. Это вот то, что натренируется. Эти условности позволяют передать объем на плоскости. Перспектива – это как раз трехмерное пространство, переданное на плоском изображении. И вот эти правила, к которым глаз привыкает, как привыкает тело гимнаста к растяжке, как привыкает тело балерины или, значит, танцора к па, к вот этим вот движениям, да, они ощущаются как естественная среда. Но только после того, как нам уже, извините, глаз натренировали, да, как нас уже заставили поверить в то, что это единственная возможность. А есть другая перспектива. Есть перспектива древней египетской живописи и рельефов, да, где у нас размер, например, предмета, значит не его истинные линейные размеры, да, а его значимость здесь уже – это изображение. Есть сферическая перспектива, о которой упоминает Седокова. Перспектива в иконописи, она используется, например, да, совершенно другая, да. Есть перспектива, которая связывает элементы логические изображения, да, а не зрительные. Ну, например, икона с клеймами, да, где у нас история рассказывается, житие святого в клеймах, да. Там тоже есть перспективные переключения, но совершенно другие, да. Это другие, это разные миры в искусстве. И они существуют по разным законам. Вот, например, о чем-то таком, когда пишет Седокова, мне это понятно и близко. Об остальных вещах, причем многих и сложных, вещах очень важных для нас, потому что нет для меня ничего важнее, чем то чувство просветления и чувство глубокого, сокрушающего, не знаю, сожаления о своей природе, о своих поступках, чем то, что я прочитал в безымянном, к сожалению, увы, я сейчас не могу вспомнить и найти эту книгу, очерки, довольно-таки, как я сейчас понимаю, поверхностно описывающем живопись Рембрандта, сюжет «Возвращение блудного сына». Я тогда был потрясен. Мне впервые пятку показали, да, если вы смотрели картину. Мы впервые руки отца показали, без рассуждений, что одна из них мужская, другая женская, без рассуждений, там, без всяких, там есть масса теорий, масса догадок и так далее. Мне впервые рассказали о том, что на самом деле там происходит и почему это должно сокрушать сердце каждого смотрящего, почему это так важно. Это было, кстати, до того, как я прочитал текст Евангелия. Неважно, то есть в обратном порядке произошло знакомство. И, конечно, текст для меня это притча, одна из самых важных притч вообще, из всех, которые он рассказывал. Вот понимаете, в чем дело? Здесь дело не в христианстве, и дело не в каких-то сюжетах на картинах Рембрандта. Дело в том, что искусство, подлинное великое искусство, оно абсолютно не связано вот этими рамками текущего столетия, текущих методов, при помощи которых оно было материально воплощено. Вот краски, хоуст, мазки, перспектива, вот эти все техники, да. И даже идеями, которые для того времени были одни, для нашего времени немножечко другими выглядят, да, есть нечто большое, то, что там, за поводном, за театральным занавесом, за тем задником, за теми декорациями, которые мы видим, да. Вот об этом нам рассказывает Седокова. Это фантастически сложно, это фантастически интересно, это очень поэтично, это вообще не укладывается в то функциональное, опять же, очень примитивное определение, которое обычно навешивают, как ярвычок, проза поэта, да. Ну, поэт, что с него возьмешь? Вот его проза, да. Значит, вообще не укладывается, да. Это и есть то самое единение философии и искусства, искусствоведения, если угодно, да, которые хочется достигнуть, да и не получается в большинстве текстов. Вот что такое путешествие с закрытыми глазами Седоковой. И все, с чем вы столкнетесь на этих страницах, а там есть отсылки к очень разным вещам. Спасибо, Арт-Волхонке, книга прекрасно проиллюстрирована. Вы можете увидеть то, что упоминает автор, и то, о чем она нам рассказывает от Петра Арки до наших дней. Вот, там есть разные вещи, но самое главное, общее впечатление у меня от этой книги, это, конечно, страстное желание читать, узнавать больше о Рембратте, снова посетить, навестить, как я говорю, хорошо знакомых, хороших знакомых, добрых друзей в Эрмитаже, и, конечно, почитать другую Седокову, которая раскрылась передо мной совсем не как поэт, а как философ, как мистик, как человек, который действительно наделен каким-то особым даром формулировать сложные, глубокие вещи. Вот так бы я сказал. Спасибо за внимание.